Качество жизни старшего поколения россиян. Именно этот вопрос является основополагающим в Народном университете. А задача спикеров, которые выступают перед сочинскими пенсионерами, рассказать о передовых, в том числе международных проектах, вооружить студентов 50+, самыми современными методиками, технологиями и опытом работы. В программе обучения финансовая и компьютерная грамотность, курсы английского языка, психология. Реализуется здесь и ряд культурных проектов, музыкальных, танцевальных. Пенсионный возраст – это возраст. Счастье, утверждают идейные вдохновители проекта. Потому что предыдущие годы показали, что люди не просто посещают занятия. Со временем они начинают формировать свои общественные проекты, они получают гранты. За несколько лет, благодаря усилиям слушателей и актива Народного университета, в Сочи было привлечено несколько миллионов рублей грантовых денег. То, что идет на социальные проекты, то, что помогает сделать жизнь наших пенсионеров лучше. Кто-то нашел новую работу интересную. Наш главный слоган «От возраста до жития к возрасту счастья» – это та задача, над которой мы работаем. И я могу смело сказать, у нас есть повод для гордости. К слову, стать студентом Народного университета могут не только пенсионеры. Провести время с пользой можно и тем, кому 20. Соответственно, разработать проект и рассчитывать на получение гранта может любой слушатель. Мы сейчас разрабатываем программу, и как бы эта программа, она войдет в грант фонда Тимченко, где наши студенты будут экскурсоводами на исторических маршрутах в городе Сочи. И вот пятый год обучения показал, что от возраста до жития к возрасту счастья мы дорогу проложили. И люди очень охотно идут сюда. У нас учащиеся из Сочи, из Догомыса, из Веселого, из Танасадлера. И популярность университета растет. Программа нового учебного года будет более чем насыщенной. К тому же на этот раз вместе с ежегодным слетом Народных университетов в Санатории знаний пройдет и декада зрелого возраста с 14 по 23 ноября. Сюда съедутся 2000 участников из 70 регионов страны. Задача все та же – способствовать тому, чтобы пенсионный возраст стал возрастом счастья. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.